Добрый вечер, Гомель, меня зовут Наталья Волынец. Я приглашаю всех присоединиться к нам в прямом эфире по телефону 34 22 43. Сегодня пятница, а значит мы строим планы на ближайшие выходные дни. И поверьте, это будут особенные выходные, ведь уже завтра начинается лето, а вместе с ним и летние каникулы. Помните, дорогие друзья, как в школе перед каникулами учителя предлагали написать нам сообщение, какие у вас планы на лето. Вот вы знаете, я решила повторить этот школьный опыт сегодня в прямом эфире и поинтересоваться у вас, какие же у вас планы на это лето. Телефон нашей студии 34 22 43, делитесь, также можете оставить свое сообщение в нашем вайбере. А пока мы узнаем, что же в летнем списке у гостей, которые сегодня пришли в студию на добрый вечер. Ну, хочу представить, это Светлана Якименко, директор Гомельского государственного областного дворца творчества детей и молодежи. Добрый вечер. И Наталья Олейник, директор Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи. Добрый вечер. Добрый вечер. И вы знаете, спасибо, что вы нашли время, знаю, что вы очень заняты сейчас, у вас горячая пора, поэтому спасибо, конечно, что нашли время для наших зрителей. Ну, во-первых, завтра у нас, кроме всего прочего, еще и 1 июня Международный день защиты детей. И на самом деле, дорогие друзья, немногим известно, что первый день лета был объявлен в 2012 году еще и Всемирным Днем Родителей. Вот вы знали об этом? Счастливчики. Да, конечно. Мы, конечно, не знали. Очень-очень закономерно. Поэтому, мне кажется, поводов завтра не сидеть на диване, а действительно устроить какой-то такой культурный досуг действительно очень-очень много. Ну, обычно Гомельский парк и Дворец творчества становятся главной такой площадкой праздничных мероприятий к Международному Дню защиты детей. Вот расскажите нам, Светлана Викторовна, что же приготовили в этом году к празднику детства? Да, действительно, мы готовились, и это для нас особенный день, потому что 1 июня – это наш праздник, и взрослые, и дети, я имею в виду, в первую очередь, воспитанников и детей, и взрослых педагогов. Мы готовились к нему, и всех приглашаем завтра в 11 часов и в парк на открытой площадке амфитеатра. Воспитанники учреждения дополнительного образования детей и молодежи будут дарить свое творчество с 11 до 15.00 под названием «Радуга Таланта». Это будет концерт? Это будет концерт, это будут интересные творческие номера, это будут и стихи, это будут и какие-то пантомимы, то есть это детское творчество в его многообразии. Что может быть еще интереснее, действительно, мне кажется, очень трогательно, когда дети поют, выступают? Я приглашаю всех ко дворцу творчества детей и молодежи со стороны парка. Состоится праздник под названием «Одна радость на всех. Детский смех». Вашему вниманию будут представлены различные мастер-классы творческие, спортивно-развлекательные эстафеты, будет выставка домашних животных, а еще кульминацией праздника будет старт летней оздоровительной кампании областной акции «Лето на пользу-2019», где мы все вместе хором отсчитаем от десяти и начнем свое неповторимое яркое лето. Ой, как хочется, действительно, чтобы лето было ярким и неповторимым. И вот обратите внимание, дорогие наши дети, юные наши телезрители, как взрослые все-таки готовятся к лету, к вашим каникулам летним, как они готовятся действительно сделать завтрашний праздник таким ярким и насыщенным. Вообще, к Международному дню защиты детей в каждом районе города Гомеля и вообще во многих районах на территории Гомельщины пройдут развлекательные мероприятия, на которые можно сходить всей семьей. Давайте посмотрим. В 10 часов утра праздник начнется на стадионе в Костюковке. С 10.30 на стадионе Гомсельмаш будут работать интерактивные площадки МЧС, Красного Креста и Освода. На Вобелевском районе основные мероприятия пройдут в сквере у кинотеатра «Мир», а в 14 часов начнется концерт, запланированы выставки, мастер-классы, спортивные состязания, конкурсы и викторины. Обязательно будут работать детские батуты, надувные горки и электромобили. С 11 утра игры, конкурсы, концерты начнутся в парке «Фестивальный», а в 4 часа вечера на дворовых территориях по улице Пеняськова 21 и 27 пройдет праздник «Дворик детства». В 11 часов на площадке у Ледового дворца запланирован показ мюзикла по безопасности детей, пожарный баскетбол, квест-программы, дегустация мороженого, мастер-классы и спортивные конкурсы, а также рисование цветным песком и концертная программа. А еще гостей ждет выставка техники мотоклуба и большой велопраздник. Десятки мероприятий пройдут в Международный день защиты детей по всей Гомельской области. В каждом районе пройдут культурно-массовые мероприятия со множеством интерактива и угощениями. Так, удивительный конкурс-праздник будет организован в Чечерске. Здесь пройдет День открытых дверей в городском центре культуры, а также выставка рисунков, концерты и даже роспись боди-арт. В Лельчицах можно отправиться в местный центр культуры на детский конкурс красоты «Мини-Мисс-2019». Начало в 10 утра, вход свободный. В Гомельском районе также пройдет ряд тематических мероприятий. В оздоровительном лагере «Сожский берег» в 10 часов утра стартует районный фестиваль «Всем родом из детства». А в деревнях Марковичи и Долголесия, агрогородках Улуковье, Урицкая, Поколюбичи, Новая Гута, Красная, Еремина, Бобовичи и в поселке Зябровка с 3 часов дня до 6 вечера пройдут игровые программы. Также дополнительные развлекательные площадки будут организованы в агрогородке Мичуринское. В Добрыше завтра фестиваль светящихся шаров. Это световое шоу. Можно будет наблюдать с 9 вечера на центральной площади города. На самом деле это лишь малая часть тех мероприятий, которые подготовили учреждения культуры к завтрашнему празднику, к Международному дню защиты детей. Вы знаете, действительно, лето – это прекрасная пора, и дети, наверное, самые счастливые в первый день лета, когда начинаются летние каникулы. Ну что ж, мы действительно лето все ждем с нетерпением, строим какие-то планы, выбираем, куда отправиться в отпуске, чем занять своих детей на каникулах. И вот что предлагают наши зрители в Вайбере, какие планы у наших телезрителей на лето. Татьяна. Она предлагает вот какой вариант. На каникулах, считает Татьяна, можно собрать компанию друзей, чтобы сходить на выставку или на концерт. Ну, кому-то нужна компания для этого, да? А кто-то может это делать постоянно и в полном одиночестве. Ну, в любом случае, спасибо, Татьяна, за такую идею. Ну, Артем, он предлагает летом почаще играть, я так понимаю, в дворовые игры. Вот, например, можно организовать дворовые квесты или поиграть в казаки-разбойники. Это хорошая идея. И, вы знаете, я считаю, даже можно посредством таких квестов даже изучить свой район и свою малую родину, на самом деле. И вспоминая свое детство, действительно… А вот расскажите, как вы школьные каникулы в детстве вообще проводили? Ну, я сельский житель, поэтому наши каникулы были летом, ну, конечно же, лагеря, без них никуда. Мы всегда, родители всегда планировали, брали путевки. И из трех месяцев, как порядка, скажем, два, это были разные лагеря. Но основное время это было, конечно, улицы, это были дворовые игры, разрывные цепи, догонялки. То есть вы, если сельский ребенок, да, то ваше детство, наверное, начиналось… С раннего утра. С раннего утра и еле-еле домой ночью успевали. Ну, родители нас, конечно, щадили, но к труду приучали. И, конечно же, у каждого была своя грядка, свой объем работы. И все вот нужно было соединить приятное с полезным. И на все хватало времени, и настроения, и сил. Вот, Наталья Анатольевна, а вам известна такая игра, как «Казаки-разбойники»? Я думаю, такая игра и такое детство знакомо всем из Советского Союза. На самом деле, очень похоже детство. Яркие вот самые впечатления каникул летних? Друзья. Ах, яркие, самые яркие впечатления, наверное, деления, когда делились секретиками. Куст малины срывал, крыжовник вылезал весь поцарапанный, выбивал их. Футбол с мальчиками, велосипеды. Ну, если честно, огород тоже оставил теплые воспоминания. Вот. То есть не только отдых, но и обязательно работа. Ну, есть еще пару интересных вариантов от зрителей. Вот Елена, она собирается отправить дочь на курсы кулинарии, я так понимаю, на летние каникулы. Очень полезно. Для девочки особенно. Вот. Мне кажется, всем полезно. Я думаю, что Елена может вместе с дочерью, да, отправиться на такие курсы, а почему бы и нет, и даже показать как-то мастер-класс. Тарас говорит, что городское лето – это лучшее время для велосипедов, роликов, скейтов и прочих досок. Ну, здесь, конечно, не поспоришь. А вот Ирина предлагает снять кино на телефон, который есть сегодня у каждого ребенка, и назвать его «Как я провел лето». Ну, а почему бы и нет? И вот здесь, Ирину, я готова пригласить, принять участие в нашей областной летней акции «Медиа лето». Она как раз направлена на медиаресурсы, блоги, видеоблоги, есть ряд номинаций, но я думаю, что это будет авторский проект, и мы будем рады. Вся информация размещена на нашем сайте, положение, условия, сроки. Отлично. То есть, кроме все наши телезрители, да, кто мечтает, мечтает вот так вот сделать кино о том, как провел лето, могут принять участие в таком проекте. Мы будем только рады, если это примет масштабный уровень на уровне области, а если еще за пределами, это будет вообще взято. То есть, дорогие друзья, лето действительно обещает быть очень ярким, насыщенным и интересным. Но вот как перефразировать, если народную мудрость, как лето встретишь, да? Таким мы и проведешь. Я думаю, что можно действительно начать с того, чтобы распланировать первые летние выходные. Ну вот, например, почему бы, дорогие друзья, всей семьей не сходить в картинную галерею Гавриила Ващенко? Вот если в течение года вы не могли найти время или искали себе миллион оправданий, чтобы этого не сделать, сейчас прекрасное время. Кстати, весь июнь в галерее будет работать уникальная выставка «Парк пушистых», где можно будет увидеть декоративных кроликов, обезьян, сурикатов и даже енота. Ну а если, дорогие друзья, вы не успели сходить на выставку шедевры Гюстава Доре, то стоит поторопиться, потому что выставка эта заканчивается уже 2 июня в галерее. Но зато на следующей неделе в картинной галерее Гавриила Ващенко откроется новая выставка путешествия минского фотографа Станислава Янчарского. Автор привез в Гомель фотографии из 25 стран, и это будет всего около 200 снимков. Кому-то, кстати, из наших зрителей повезет прямо сейчас. Дело в том, что сегодня картинная галерея Гавриила Ващенко предоставила два билета для розыгрыша в нашем конкурсе. Я хочу напомнить, условия не меняются. Чтобы победить в конкурсе, надо предположить, высказать свой ответ на вопрос конкурса по телефону прямого эфира 34 22 43. Сегодня мы специально подобрали такой вопрос, который заинтересует не только детей, но и их родителей. Итак, дорогие друзья, внимание, вопрос конкурса. Напоминаю, разыгрываем билеты в картинную галерею Гавриила Ващенко. Итак, вопрос. Какой известный логотип нарисовал художник Сальвадор Дали? Для того, чтобы подсказку такую сделать, я люблю, когда наши зрители побеждают, я бы хотела подсказать, что этот продукт, логотип на этом продукте, он очень связан с детьми. Это, наверное, один из самых любимых продуктов наших детей. Итак, какой известный логотип нарисовал Сальвадор Дали? Звоните после рекламы. Кстати, сразу после рекламы мы также расскажем, какие варианты летнего досуга предлагают наши детские учреждения, и что вообще подготовила Гомельщина на ближайшие дни. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы строим планы на лето. Кто-то, конечно же, этим летом отправится в путешествие, кто-то в лагерь на оздоровление, или, может быть, к бабушке в деревню, но многие дети все-таки останутся дома. И, безусловно, большую часть времени они будут проводить на улице, будут играть с друзьями, ездить в гости. Поэтому, наверное, все-таки очень важно напомнить в первые дни каникул летних о том, как же вести себя на дороге водителям и пешеходам. У нас на связи Ирина Андрюк, начальник отделения по агитации и пропаганде госавтоинспекции УВД Гомельского облсполкома. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Вот готовимся к летним каникулам, вы знаете, уже с разных сторон. И развлечения, и, конечно же, безопасность на первом месте. Ирина, вот насколько вообще актуальна в дни летних каникул проблема детского дорожно-транспортного травматизма? И вообще, может быть, статистика даже существует какая-то. Кто чаще вообще создает? Чаще всего создает какие-то такие опасные ситуации на дороге? Все-таки дети или взрослые? Проблема, конечно, остается актуальной. Тем более, когда детки ушли на каникулы, их появляется на дорогах больше. По статистике могу сказать, что за прошедшие пять месяцев текущего года количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних возросло. Напомним о том, что несовершеннолетние и причисляются сюда детки до 18 лет. Говорить о том, кто виноват, кто прав. Скажу вам, вы знаете, важно то, чтобы наши дети оставались здоровыми. Скажите, пожалуйста, а вот как вообще летом? Будет ли как-то повышенное внимание у сотрудников ГАИ на дорогах? Конечно. Могу, во-первых, напомнить, что у нас проходит с 25 числа стартовало такое профилактическое мероприятие, как «Внимание, дети». То есть все водители включают в своих транспортных средствах ближний спецфарк для того, чтобы предупредить, скажем так, несовершеннолетних участников дорожного движения о своем, возможно, внезапном появлении на дороге. А также можно напомнить о том, что 1 числа во Всемирный день защиты детей на площадке около Ледового дворца, на площадке возле парка фестиваль будут организованы большие масштабные мероприятия с участием госавтоинспекции, где все желающие могут попробовать свои силы на автосимуляторе, поучаствовать в квест-игре, фотографировать с ретроавтомобилями и современными железными лошадьми с нашими автомобилями госавтоинспекция. Ну, вообще, очень интересная вот такая идея, когда вот так вот через такой интерактив знакомят детей с правилами безопасности собственной. В принципе, это действительно очень интересно и обычно работает. Вы знаете, Ирина, сегодня вот у вас есть возможность в прямом эфире обратиться к родителям и, может быть, напомнить какие-то, ну, все-таки основные правила поведения, правила безопасности на дороге. Родителям хотелось бы, конечно, в первую очередь напомнить о том, что служите примером своему ребенку, будьте для него эталоном, не игнорируйте использование ремней безопасности, а также будьте предельно внимательными, соблюдая скоростной режим, особенно в дворовых территориях, когда из-за припаркованных транспортных средств внезапно на дороге может появиться ребенок. Показывайте ему своим примером о том, чего делать нельзя. Не игнорируйте ни светофор, ни сигналы регулировщика о том, чтобы ваш ребенок знал правила дорожного движения и стремился точно так же, как и родители, их соблюдать. Спасибо вам большое, Ирина. Это действительно очень ценная информация, очень нужная информация. Нужно говорить об этом почаще. Ирина Андрюк, начальник отделения по агитации и пропаганде госавтоинспекции ВД Гомельского облсполкома только что была у нас на телефонной связи. Вообще, хотелось бы обратить внимание наших зрителей, что тему безопасных каникул мы продолжим на следующей неделе, во вторник, в программе «Добрый вечер, Гомель» посвятим этому целый час прямого эфира. У нас будут действительно очень интересные эксперты и будет очень много, надеюсь, полезных советов. Поэтому не пропустите, это будет во вторник. Ну, а мы продолжаем прямой эфир, сегодня готовимся к лету. Итак, чем же занять свое чадо дома во время летних каникул? Вот на самом деле, если проявить немножко фантазии, и если много чего узнать сегодня из нашей программы, то дни действительно эти летние станут очень полезным временем для вашего ребенка. Ну вот, давайте поговорим о том, как считаете, стоит ли вообще родителям вмешиваться в свободное время во время каникул? Как считаете, Слава Ильичевна, контролировать? Ну, вмешиваться, это не совсем правильное, наверное, слово. Я думаю, что грамотно спланировать времяпрепровождение ребенка. Каждый родитель обязан это сделать. И, возможно, не каждый ребенок знает такой ряд мероприятий и возможностей сегодня. И учреждений дополнительного образования, и учреждений общего среднего образования, которые сегодня обработают все лето, и двери ни одного учреждения образования не закрываются. И вот нужно ребенку рассказать о том, что сегодня будет проходить в ближайшем шаговой доступности в районе, в его же, может быть, школе, либо центре творчества детей и молодежи. Дети, они не ищут там, где есть опасность. Они просто играют. Да, это известный слоган какой-то социальной рекламы. Да, они действительно играют, и, к сожалению, иногда такие игры приводят к трагедии. И для того, чтобы это не произошло, опять-таки, пользуясь резервами педагогическими, образовательными ресурсами, в том числе и областной дворец творчества детей и молодежи, предлагает игровые программы «Геометрия безопасности». Это продолжение темы о безопасном лете. На нашем сайте gomelpalats.by следите за информацией. Каждую неделю такие игровые программы будут организованы. И не только этой тематики, но и другой. В первую очередь, конечно, я хотела бы обратиться к начальникам пришкольных лагерей, которых масса проходит сегодня в Гомельской области. И для того, чтобы был отдых детей разнообразным, интересным, полезным, сегодня мы предоставляем такие возможности. И, пожалуйста, пользуйтесь ресурсами областного дворца творчества. Спасибо. Мы сейчас узнаем вообще, что будет происходить во дворце и в центре творчества, технического творчества. Попробуем сначала поговорить с нашим телезрителем. Хочу напомнить вопрос конкурса. Какой известный логотип нарисовал Сальвадор Дали? Вот мне подсказывают, что есть вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Давайте. Меня зовут Татьяна. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы к лету уже готовы? Есть какие-то планы? Ну, готовы. Ну и что? Как обычно. Что как обычно? Подождите, что? Дача, огород или все-таки путешествия? Путешествия пока, наверное, нет. Маленький ребенок, поэтому путешествовать... Ну что вы так грустно? Слушайте, у вас сейчас самая золотая пора. Да вы что? Мне кажется, ваше лето просто, просто ваше лето будет. А еще, если вы сейчас выиграете в нашем конкурсе, вы сразу попадаете в картинную галерею Гавриила Ващенко, что называется. Итак, давайте напомню вопрос. Какой известный логотип нарисовал Сальвадор Дали? Вы, как мама маленького ребенка, уже должны знать. Знаю. Надеюсь, что это правильный ответ. Чупа-чуп. Конечно, да. Конечно, это леденцы, чупа-чуп. Мы вас поздравляем. И вы выиграли два билета в картинную галерею Гавриила Ващенко. Желаем вам хорошего лета и просто замечательных, просто чудесных выходных. Ну что ж, продолжаем разговор. Готовимся к каникулам, к летним. Мне вот интересно, Наталья Анатольевна, вот вы можете дать совет родителям, как правильно помочь организовать летние каникулы? Вот как это сделать? Вот сейчас нас смотрят и думают, вот как же это сделать? Что мне? Ему список составить какой-то? Или вот как? Я же знаю, что у нас тоже есть. Однозначно. У детей есть такая особенность, плохое они найдут сами. А задача родителей, наверное, показать самое светлое, самое интересное, что может быть. И если ребенок это попробует, ему очень понравится, увлечет и станет, возможно, даже в будущем его профессией. И сейчас вы знаете, наверное, что роботы заполонили ум и фантазию детей, поэтому Гомельский областной центр технического творчества в июне месяце организовывает две смены областного лагеря по робототехнике. Первоначально была задумка, что это будет только областной ребят и приоритет из сельских школ, потому что таких направлениях в глубинах их нету. Немного, да. Но ажиотаж был сумасшедший, спрос сумасшедший, и воспитанники, которые ходили в наш центр, говорят, а почему не мы? Поэтому второй год подряд мы организуем две смены по робототехнике. Чем интересен лагерь? Он девятидневный и круглосуточный. Ребят привозят нам на девять суток и забирают через девять дней довольных, желающих продолжить изучать это направление. То есть и родителям хорошо, и дети под присмотром, и заняты таким интересным делом. Первую половину дня это сумасшедший труд. Они занимаются три профильных предмета, которые смежные между собой. Это робототехника, информатика и программирование, и радиоэлектроника. Но я хочу отметить, что ежегодно по пять-шесть девчонок в этом лагере, которые никогда не занимались робототехникой, всегда на ура просятся к нам в лагерь. Мы идем навстречу, чтобы мальчишкам не было скучно. Потому что есть еще и вторая половина дня после занятий. Вторую половину дня после тихого часа, когда они отдохнут после тяжелого труда, у нас идет практически ежедневно профориентационная экскурсия. Задача этих экскурсий – показать, где можно получить уже образование в связи со своим увлечением, и показать, насколько промышленно уже серьезная робототехника внедрена на предприятиях. И остается только два часа для себя, для своих увлечений. Ну, как показывает практика, спорт, мячик. Да мне кажется, они уже не до мячика, кажется. Но последние 30 минут они ведут свой блог, ведут влоги, блоги, чтобы родители могли, возможно, зайти в интернет и посмотреть, как их ребенок провел день. Ну, в 9.00, в 9.30, без задних ног все спят. Слушайте, такой лагерь. Жалко, что в моем детстве, да, не было таких лагерей. А что вы предлагаете? Вот дворец творчества сегодня, что предлагаете на лето? Мы много всего предлагаем, я сейчас расскажу. Но вот с позиции родителя, все-таки, конечно, я считаю, что летний отдых должен быть сбалансирован для ребенка. Потому что если его перегрузить творчеством, спортом, я не знаю, оно, конечно, все нужно обязательно, но все-таки отдых должен быть. Это и лагеря загородные. Это такой разный отдых, наверное. Да, чтобы было и оздоровление, чтобы был действительно такой вот отдых. Спокойный где-то, может быть. Вообще, нужно сказать, что все мероприятия летние пройдут под девизом республиканской акции «Малая Родина – эстафета полезных дел». Замечательно. Название прекрасное. Эстафета полезных дел – это вот то, чего не хватает иногда. И действительно, потом итоги подводятся всех мероприятий, и будут определены лучшие, и лучшие поедут в национальный центр «Зубрёнок оздоровительный», где награда найдет своих победителей. Что же касается дворца, мы предлагаем акцию, которая называется «Истории нашего лета». Мы ждем от ребят… Сочинение, что ли? Да. А что вы думали, дорогие друзья? Очень интересно то, что с ними, на их взгляд, случилось за лето необычайного. И к этому рассказу – иллюстрации. И таким образом, в конце лета, в сентябре, когда мы будем подводить итог, называть лучшего, будет такой создан буклет. Это будет уникальное издание. Вы знаете, мы каждый год немножко меняем формат, но все равно вот такой интерактив, как флешмоб своего рода, флешмоб, и в детских воспоминаниях – это, конечно, очень интересно. Даже нам, взрослым, интересно потом зимой взять и почитать вот такие вот интересные воспоминания. Это очень интересная идея. Я вот смотрю и в одном учреждении, и в вашем. Где-то можно с помощью видеокамеры или фотоаппарата, современных каких-то устройств, где-то с помощью кисти и ручки. Это замечательно. Кто на что способен. Кто на что способен. Так что, дорогие родители и дорогие наши дети, уже прямо вот с завтрашнего дня, вот с первого дня каникулы, вы можете начинать создавать свою собственную историю, да, как я провел лето. Вот такой вот дневник, хотите с иллюстрациями, как угодно. По крайней мере, потом вы можете это представить все вот на суд зрителей, даже победить и уехать. На нашем сайте областного дворца творчества детей и молодежи имеется вся информация по этой акции. Еще мы проводим конкурс «Архновация». Это моделирование. Макетирование, рисунки, фотографии, видео. И тематика, она больше посвящена, скажем так, малой родине. Это знаменитые архитекторы Беларуси и мира. Это известные достопримечательности Беларуси. Ну и дети посредством, в основном, конечно, макетирования. Это всегда интересно, конструирование. Но приносят они в свои районные центры творчества детей и молодежи, где их оценивают. И если этот проект достойный внимания, то он попадает к нам в областной дворец. Скажите, кому доступны вообще вот эти все сегодня секции, такие кружки, я имею в виду во дворце творчества? Все ли семьи могут позволить себе? Наверное, нужно сказать, кому недоступны. Я думаю, что абсолютно всем. Абсолютно всем. И вы знаете, последнее время, недели две, у меня в кабинете не замолкает. Телефон звонят очень активные, беспокойные родители. Хотим записаться на любой кружок, водить к вам во дворец. У нас во дворце проходит тоже два лагеря при дворце и два лагеря областных, круглосуточных. И для лидеров с 20 июня стартует лагерь для лидеров. А что значит лагерь для лидеров? Потому что кто-то не знает просто. Молодежные, это старшеклассники, инициативные. С каждого района приезжает представитель. И под руководством нашего педагога Белодедовой Татьяны Александровны и Бокуни Надежды Ивановны, они реализуют проект. Всегда этот проект, он немножко пока в секрете, потому что дети собираются, им задается задание, и 9 дней они работают на реализацию этого проекта. И когда уже осуществляется закрытие лагеря, то тогда мы уже всем представляем результат этого и даем задание, чтобы дети разъехались во все уголки нашей области и реализовали этот проект на местах. И потом в октябре уже на форуме мы собираемся, они рассказывают, как у них это получилось. Вот, это что касается лидеров. А в понедельник, 3 июня, в Шлобинском районе у нас заезжает 250 детей. И самый романтичный, самый классный палаточный лагерь Зорница начинает свою работу. Ой, ну слушай, вы так сказали, я сама в такой палаточный лагерь, да? Уехал. Ну я смотрю, у вас прям глаза горят. Да, потому что это романтика, это дружба, это новые знакомства, это общение. И вообще там зарождаются, наверное, азы вот такой ответственности и чувства плеча друг к другу. Замечательный лагерь. Вы знаете, у нас на связи Дворец культуры Костюковка. Ведь дело в том, что это один из тоже значимых таких, скажем, учреждений культуры на территории города, но в то же время, который охватывает как бы детей с периферии, если можно так сказать. Давайте узнаем, вот что там будет происходить летом, что нам предлагает Дворец культуры Костюковка. У нас на связи Валерий Даниленко, заместитель директора этого учреждения. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Вы знаете, вот мы тут готовимся к лету, к летним каникулам. И очень хотелось бы узнать, что же приготовил Дворец культуры Костюковка для юных посетителей этим летом. Расскажите. Не поверите, мы тоже готовимся к лету активно. И уже буквально в следующей неделе у нас начинается огромное количество мероприятий. В первую очередь в рамках, конечно же, акции профилактической и полезной каникулы. Это всевозможные мероприятия не только развлекательного характера, но и, конечно же, профилактического, с участием представителей как и органов внутренних дел, так и МЧС, и освода. Ну, множество, множество. Буквально каждый день по нескольким мероприятиям у нас будет во взаимодействии со школьными лагерями, со школами, которые находятся в микрорайоне Костюковка. Скажите, Валерий, а какие вообще кружки могут посещать дети во время летних каникул в стенах дворца? В стенах нашего учреждения культуры все кружки будут работать в летний период. Это помимо занятий в вокальных, хореографических коллективах, естественно, всевозможные декоративно-прикладные кружки, и кружок стендового моделирования, также театральная студия. Очень много всего у нас интересного. Хорошо. Где же можно узнать нашим зрителям, скажем так, более подробное расписание работы кружков на лето? Как это сделать? Ну, вы знаете, наверное, самый лучший способ – это, конечно же, посетить наше учреждение культуры, наш дворец культуры. Мы находимся в микрорайоне Костюковка, улица Незалежности 2А. Наши двери каждый день открыты абсолютно для каждого. Приходите, смотрите непосредственно на занятия в коллективах, как это проходит. И в этот период мы также начинаем уже набор на будущий год в наши коллективы. Поэтому я думаю, абсолютно каждому жителю любого возраста города Гомеля будет интересно в нашем учреждении. Мы всех приглашаем. Наши двери открыты. Ну что ж, Валерий, спасибо вам большое. Мы желаем вам хороших выходных и такого действительно очень интересного лета. Валерий Даниленко – заместитель директора Дворца культуры Костюковка. И только что рассказал нам о том, как же будет работать это учреждение этим летом. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот, конечно, хотелось бы узнать, какой самый популярный еще кружок у юных техников, которые приходят в ваш центр, Наталья Анатольевна. Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, прочитала бегущую строку, задали вопрос. Ребенок увлекается астрономией, где можно посещать этот кружок? Уважаемые родители, хочу всех пригласить, особенно в летний период, потому что у вас есть прекрасная возможность определиться, нравится вам это объединение по интересам, либо не нравится. Потому что занятия построены по краткосрочным программам и с переменным составом. В летний период вы можете, не записываясь, абсолютно посетить все направления, которые вам интересны. И телезрителю, который задал вопрос, астрономия есть в нашем центре. Астрономия, астрофизика, физика, естественно, математические науки ждут вас. Приходите. Ну, сначала, пожалуйста, позвоните, либо узнайте расписание на нашем сайте. В поисковике забиваем Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи. По поводу вашего... Да, какой самый популярный? Самый популярный, ну, это, естественно, робототехника. Ну, года три назад это был вообще бум. Дети хотели заниматься только робототехникой. Тем более в нашем центре построена многоуровневая система изучения данного, не только этого направления, но IT-сферы и радиоэлектроники от подготовительного. Это дети 6-9 лет. Начальный уровень – это среднее звено. И старший уровень – это продвинутый для ребят старшего возраста, которые уже освоили все предыдущие программы. Поэтому лето однозначно попробовать, интересно, робототехника или нет. И однозначно еще посмотреть айтишные кружки наши, спектру очень большой, радиоэлектронику. Но, уважаемые родители, пожалуйста, не забывайте, что есть кружки, которые были популярны в советские времена. Они не умерли, они живы и не менее интересны, чем современные инновационные направления. Судомоделирование, авиамоделирование тоже ждет родителей. Астрономия, та же самая, о которой мы сейчас говорили. Астрономия, английский язык. Спасибо. А вообще, вот сейчас очень же популярно создание детских технопарков. Это просто вообще востребованная тема. Что-то подобное существует на базе вашего учреждения? Наверное, не что-то подобное, а почти настоящий технопарк. Он существует. У нас с сентября 2016 года реализуется проект «Инопарк детский цент научных открытий», девиз которого «Играю, учись, исследуй». И через два года, в сентябре 2018 года, он получил статус инновационного проекта Республики Беларусь. Четыре учреждения Республики Беларусь работают над этим проектом. Что такое «Инопарк»? Что такое «Инопарк»? Что такое «Инопарк»? Это однозначно инновационное направление. Вот я еще раз хочу повториться. Работотехника, IT, информационные технологии и радиоэлектроника. В чем была проблема и почему появилась идея создать детский «Инопарк»? Технари – это очень сложное направление, и не каждый ребенок понимает, что ему это интересно. А родители по какой-то причине не знают, что такие центры есть и не показывают ему это направление. Но все мальчишки, есть даже девчонки, которые в 6-7 лет хотят конструировать, паяют радио, что-то собирают. Раньше паяльник вообще был как мальчик. Либо наоборот разбирают. И если в 6-7 лет, когда появился этот интерес, его не привлечь к занятиям кружковой деятельности, то этот интерес пропадает только потому, что он не смог нигде себя проявить. И мы поставили перед собой задачу разработать программу объединения по интересам технического профиля, особенно научно-технического профиля, которую бы не противоречили санстанции. По нормам СанПИНа серьезным техническим творчеством могут заниматься дети только с 11 лет. Причина одна – очень сложное оборудование, на котором работают дети. Была разработана программа по всем этим трем направлениям для малышей. Было закуплено оборудование благодаря привлечению спонсорских средств, и мы начали работать. Если это робототехника, лего-веда для малышей. Лего-ЕВ-3 – это средние дети. Робототехника Ардуино – дети постарше. Но спустя два года работы с Ардуиной, мы понимаем, что на этой платформе мы остановиться не можем. Только Ардуино. Потому что серьезная робототехника – это уже очень серьезно. Дорогие друзья, я не знаю, что такое Ардуино. Даже не перебиваю. Я настолько профессионально не могу рассказать, потому что это уже профессионалы, которые работают. Но чтобы вы понимали, чтобы прийти к серьезной робототехнике, нужно программирование. Радиоэлектроника без этого невозможна. А для того, чтобы собрать инженерную конструкцию самого робота, нужно уметь 3D моделировать. И, естественно, потом на 3D принтере распечатать это прототипирование. Вот это уже серьезная, продвинутая робототехника. Санна Викторовна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот это все делают дети? Дело в том, что у нас во дворце... Вот это все сегодня делают дети? Это делают все дети. И не просто делают. Именно наши ребята являются победителями, ежегодно победителя республиканского конкурса «Сех на интеллект» и конкурса «Союзного государства. Таланты 21 века». Вот именно в этих продвинутых направлениях. Спасибо. Можно я еще дополню? Конечно, можно. Потому что родители слушают, у меня появилась прекрасная возможность, с чего я очень рада. Информационные технологии для малышей сейчас очень много направлений. Но здесь была проблема со старшими детьми. Мы приглашаем старших детей. У нас открываются два новых серьезных направления. Это гейм-дейв, гейм-дизайн, гейм-дейв, это создание компьютерных игр и сетевая безопасность. Это уже идет подготовка к специальностям в ВОЗы. Поэтому ждем вас. Летом мы сейчас занимаемся серьезно над разработкой этих программ. Это направление будет вести по несколько педагогов, потому что здесь нужны узкие специалисты. Ну, с сентября двери будут открыты, а летом вы можете просто попробовать пробные занятия. Ждем вас на эфире или в августе, или в сентябре. Расскажите еще подробно нашим родителям, что интересного будет предлагать учреждение. Вы хотели, по-моему, что-то про патотехнику добавить? Нет, вы спросили, верю я или нет. Конечно, у нас точно такое же есть направление и Ардуино, и программирование в среде скретч. То есть у нас это все представлено. Более того, у нас дети-победители вышеназванных конкурсов, которые сейчас сказала Наталья Анатольевна, которые обладатели премии спецфонда президента Республики Беларусь. Это сложно, но если это в системе, и если ребенок видит свою цель, и при правильной поддержке педагога и сопровождении ребенка, безусловно, ждет успеха. Очень радостно, что среди изобразительного искусства, среди прикладного какого-то искусства, есть действительно то, что востребовано очень. Тем более, если мы действительно хотим быть такой цифровой интеллектуальной державой, то я считаю, с таких кружков надо начинать. Тем более поставлена задача президента в создании этой страны. Вы знаете, об этом можно говорить долго, но у нас еще очень много информации. Очень хочется действительно рассказать зрителям, что же еще интересного планируется в ближайшие дни. А ведь на следующей неделе, дорогие друзья, Гомельщина ведь примет эстафету огня вторых европейских игр. Такое событие, о котором говорят везде, да, гомельчане вот везде в транспорте, в общественном, специально сегодня, что называется, мониторило, да, мнение. Вот действительно ждут, не до конца представляют, как это будет. И вы знаете, чуть позже сегодня в нашей программе мы расскажем, как же наш регион будет встречать пламя мира. А пока хотелось бы еще один конкурс, разыграть билет на концерт. И вопрос конкурса связан будет как раз-таки с событием, которое ждут все гомельчане, с европейскими играми. Итак, когда и где прошли первые европейские игры? 34 22 43. Телефон прямого эфира. Звоните сразу после рекламы. Дорогие друзья, продолжаем прямой эфир на телеканале Беларусь 4. Как сделать так, чтобы летние каникулы были действительно интересными для наших детей? Вот есть сообщение в Вайбере. Ну, Анна предлагает устроить детям экскурсии по достопримечательностям, либо необычным местам области или города. Сергей. О, Сергей предлагает вообще продать компьютер и купить ребенку на лето собаку. Как вам? Замечательная идея. Если собака, то это не только на лето. Это уж на долго. Вот, да, да, да. В том-то все и дело. Ну, и еще интересное сообщение, кстати, неплохая идея. Вот Руслан предлагает, он говорит, волонтерство, в принципе, полезное занятие для детей во время каникул. Вот как считаете? У нас практикуется очень. Я думаю, что во всех направлениях, и независимо от возраста, дети делают это. Просто, может, они не понимают, что это называется волонтерство. Но на самом деле дети же очень искренние, очень отзывчивые. И, наверное, ну, я не знаю, чтобы были такие случаи, чтобы не включились в работу вообще. Ну, и причем лето – это пора, когда много времени свободного. И действительно можно подумать и кому-то помочь, кому очень нужна помощь. Дорогие друзья, вот как делать так, чтобы летние каникулы у нас прошли без приключений? Расскажет начальник Центра пропаганды Гомельского областного управления МЧС. У нас на связи Денис Крюч. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады слышать вас в прямом эфире. Вы знаете, готовимся вот к летним каникулам. И хотим, чтобы действительно каникулы были интересные и безопасные. Дети часто остаются без присмотра летом. И вот скажите, пожалуйста, по статистике, где же все-таки чаще всего наших детей подстерегают опасности вот в этот период? Действительно, именно летние месяцы характеризуются всплеском детского травматизма. И это вполне объяснимо. Ведь на каникулах дети зачастую предоставлены сами себе. Нередко несчастье происходит из-за отсутствия контроля со стороны взрослых или по детской шалости. Для школьников травмы обусловлены большой активностью. Любознательность и стремление активно познавать окружающий мир при отсутствии должного самоконтроля и жизненного опыта приводит к несчастным случаям на детских площадках, во дворах, на стройплощадках и у водоемах. Вот скажите, пожалуйста, на что все-таки стоит обратить внимание родителей, когда вот ребенок, например, остается один дома без присмотра взрослых? Вот скажите, пожалуйста, дайте такие советы. В первую очередь обязательно поговорите со своими детьми. Убедитесь, что ваш ребенок знает домашний адрес и номер телефона. Закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами возле домашнего телефона. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. Объясните, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь. Ни в коем случае нельзя прятаться. Отправляя детей в деревню или на дачу, еще раз напомните им об основных правилах безопасности. Ведь игры со спичками на чердаках, сеновалах, сараях, поджиганиях сухой травы достаточно частое развлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ни в коем случае не отпускайте ребенка купаться одного. Всегда контролируйте ситуацию. Не позволяйте купаться больше 10 минут, нырять в незнакомых местах. Объясните, что нельзя баловаться на воде, хвастаться своим умением плавать или изображать утопающего. Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. Помните, ребенок приведет пример с вас. Поэтому пусть ваш пример соблюдения правил безопасности научит его и подарит ему здоровое, счастливое и безопасное детство. Спасибо вам большое. Очень ценная информация. Мы желаем хороших выходных. И, конечно же, хотелось бы еще раз напомнить нашим зрителям, что во вторник весь час прямого эфира программы «Добрый вечер Гомель» будет посвящен как раз-таки безопасным каникулам. У нас будет телефон прямого эфира «Вайбер». Вы можете задать любой вопрос нашим экспертам. Еще раз говорю, в ближайший вторник «Добрый вечер Гомель» будет посвящен безопасным каникулам. Итак, продолжаем. Лето. Лето, дети, каникулы. Провести лето в археологии. Вот согласитесь. Наверное, это все-таки мечта каждого ребенка. Дело в том, что Гомельский дворцово-парковый ансамбль этим летом, дорогие друзья, приглашает принять участие в музейно-образовательном проекте «Лето в археологии». Это будет уже четвертый сезон. И весь проект в этом году будет приурочен к году Малой Родины. Вообще, само название музейного проекта уже говорит о его такой, знаете, историко-археологической направленности. И вот как нам сообщили в музее, темы занятий будут разделены по хронологическому принципу. На каждом занятии будет обязательно, знаете, каждое занятие будет посвящено отдельному историческому периоду нашего прошлого, от каменного века и чуть ли не до средневековья. Занятия будут проходить в форме лекций, каких-то экскурсий. Ну, я уверена, что детей и их родители, мне кажется, заинтересует такой, в общем-то, познавательный летний досуг. Ну, а теперь одна из важных информаций сегодняшнего эфира. На следующей неделе, с 5 июня, Гомичина примет эстафету огня вторых европейских игр. Ну, напомню, путь огня, он начался еще 3 мая в Риме, где находится штаб-квартира Европейских Олимпийских комитетов. А уже после, пройдя под Триумфальной аркой, пламя мира отправилось в путь по странам Европы. И вот в Беларусь огонь прибыл 11 мая в Брест, откуда уже началось шествие по самым значимым уголкам нашей страны. И вот только представьте, дорогие друзья, 5 июня пламя мира пронесут по улицам нашего города Гомеля. Не знаю, это действительно событие такое масштабное какое-то, и, мне кажется, для каждого гомельщина очень важно, когда еще действительно такое было или будет. Вообще, запланировано очень много мероприятий. Вы знаете, очень хочется, чтобы вот прямо сейчас в прямом эфире мы узнали все подробности. У нас на связи Ирина Довгал, начальник Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. Ирина Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Вы знаете, действительно такое яркое событие, что вот даже эмоции у нас, вы знаете, не можем сдержаться. Расскажите, пожалуйста, что действительно готовит Гомельская область для встречи эстафеты пламя мира? Я вам скажу только то, что в первую очередь нашей Белоруссии просто немыслимо повезло, чтобы встречать с такого уровня игры такое событие. Ведь вспомните, когда-то в 1980 году были Олимпийские игры, и, наверное, люди чуть постарше помнят это до сих пор. И поэтому я считаю, что вот ныне живущим белорусам немыслимо повезло. И, конечно же, мы к этому готовимся. Сегодня пламя мира гордо шагает по нашей Белоруссии. И мы ждем 5 июня «Пламя мира» будет в городе Гомель. И, конечно же, мы хотим самое лучшее, самое красивое, самое творческое, самое результативное представить нашим участникам эстафеты «Пламя мира». А где начнутся вот самые значимые мероприятия? Начало 5 июня? Расскажите нам, пожалуйста. Да, 5 июня «Пламя мира» прибудет к нам и будет самая первая площадка, конечно же, у Ледового дворца. Почему у Ледового дворца? Потому что там же у нас очень-очень большой спектр самых разных спортивных объектов, которые в первую очередь говорят о нашем с вами здоровом образе жизни и о тех возможностях, которые есть у наших белорусов. И потом мы будем провожать наше «Пламя мира» от площадки Ледового дворца к нашей фабрике «Спартак». Я хочу открыть всем, ну пусть меня поругают, маленькую тайну, что наша фабрика «Спартак» готовит удивительный сюрприз. Потому что факел, который в настоящий размер настоящего факела «Пламя мира» будет сделан работниками «Спартака» из шоколада. Удивительно! Да, это на спецпроекте будет специальный подарок, специальный сюрприз от нашей сладкой фабрики «Спартак». Потом, конечно же, мы проследуем по улице Советской, и, конечно же, мы не сможем пройти мимо нашего цирка, где будут работать немыслимые, просто классные, совершенно замечательные цирковые наши коллективы со своими представлениями. И прямо во время пробега цирковые артисты будут это встречать. Конечно же, мы не сможем не показать самую главную же мчужину нашего города, наш дворцово-парковый ансамбль. И, конечно же, самые знаковые точки, потому что по Киевскому спуску они спустятся на набережную и будут на башне, на самой высокой точке, где будет «Пламя мира» видеть всю красоту нашего великолепного города. И оттуда, из дворцово-паркового «Пламя мира» будет уже направляться к площади Ленина, где будет установлена главная астеническая площадка. И в среду, 5 июня, будет встречать на площади Ленина «Пламя мира» большим, просто грандиозным концертом, с большим количеством участников. Наш главный гость будет, конечно же, артисты наши, будет Айван. Это наш гомельский участник Евровидения. И мы будем очень рады тому, что действительно очень много гостей будут принимать участие в нашем концерте. Я даже боюсь представить, как долго гомельщина готовилась к этому событию. Такой масштаб, действительно удивительно. Но вы знаете, есть вот два момента. Это рабочий день, и, в принципе, это почти 5 часов вечера. Не могут ли возникнуть какие-то вопросы с транспортом? Вы знаете, мы как раз-таки вот это все предусмотрели, и очень правильно вы затронули тему. Я как раз-таки хочу обратиться ко всем нашим автолюбителям, что, несмотря на то, что будет немножко приостановлено, и только в период движения факела будет перекрываться движение по улице Советской и по площади Ленина, но я уверена в том, что наши сотрудники госавтоинспекции нашего управления внутренних дел сделают абсолютно комфортным объезд по другим дорогам, по другим улицам, и я думаю, что наши автоводители не испытают каких-то дискомфортных, так скажем, моментов при движении своих транспортных средств. Я очень надеюсь, что это будет все удобно и будет очень хорошо. А вообще всех приглашаем на этот концерт. Ирина Викторовна, вы знаете, это действительно очень интересно, и я уверена, что многие гомельчане, они в замешательстве. Можно ли будет принять, скажем так, подключиться к этому шествию, присоединиться, или все-таки мы скорее будем такие сторонние наблюдатели, как будет проходить по городу Пламя Мира? Я думаю, что, конечно же, большая часть будет наблюдать за этим шествием, потому что это будет специальный транспорт, естественно, и наши факелоносцы, это известные люди нашей гомельщины, и спортсмены наши, и деятели науки, культуры, и творческие наши промышленники. Поэтому здесь, так скажем, это даже не шествие будет. Мы будем действительно просто смотреть, как эстафета передается от одного факелоносца к другому, потому что как такового шествия, конечно же, не будет. Но я хочу сказать, что Пламя Мира продолжит свою эстафету уже и на следующий же день, 6 числа, и в городе Гомель будут еще такие знаковые объекты, как наша детская больница. И, конечно же, наши маленькие пациенты, у которых пусть сегодня небольшие проблемы со здоровьем, но они будут видеть, что есть классная тема, и все им пожелают обязательно здоровья. Наш потрясающий флагман – Беларусьнефть. Это будут специальные проекты на нашем домостроительном кабинете и, конечно же, таком важном предприятии для нашей гомельщины, как Гомсельмаш. Поэтому Гомель будет представлен очень творчески и очень мощно. Скажите, пожалуйста, куда потом, каким будет дальнейший маршрут этой эстафеты, куда отправиться после Гомеля Пламя Мира? После Гомеля у нас будут представлены объекты Жлобина. И, конечно же, в Жлобине будут показаны такие огромные предприятия, как Белорусский металлургический завод, тоже огромный центр Олимпийского резерва. И, конечно же, мы не можем сегодня, простите, но не похвастаться своей усадьбой Козел Поклеевских. Это, конечно, историческая точка. После Жлобина наше пламя проследует в уникальный, совершенно уникальный национальный парк Припятский в Петриковском районе. И после этого будет держать путь в древнейший, удивительно красивый город Туров. Конечно же, скрипта древнейшая и памятник Кириллу Туровскому, где будут встречать снова и снова концертные площадки, город ремесленников и так далее. И завершит свое путешествие по Гомельской области в пламя мира 10 июня в городе Мозырь, где также будут представлены удивительные предприятия. Это и наш Мозырский нефтеперерабатывающий завод, и Мозырь-Соль, и сельхозпредприятие Заря, продукцию которого мы все любим, и, конечно же, Замковая гора. И завершит свой уникальный путь по Гомельской области великолепной, опять-таки, концертной программой с водной феерией в Мозыре. Вообще, конечно, мне кажется, шикарная возможность Гомельщине прогреметь очень хорошо, вот, и в то же время действительно стать свидетелями такого исторического события. Спасибо. Будем греметь, будем шуметь. Кстати, если можно, я еще приглашу всех наших гомельчан, гостей нашего города на фан-зону. Потому что в дни проведения европейских игр с 21 июня по 30 июня включительно на площадке возле Ведового дворца будет работать фан-зона с большим экраном, где в прямом эфире будут идти и трансляции открытия, и будут идти игры, непосредственно соревнования. И нашим болельщикам, нашим фанатам, просто гомельчанам, заинтересованным людям, можно будет, конечно же, посмотреть все это. И работать все эти дни будут и торговые объекты, и спортивные площадки для наших детей, и фотозоны, и так далее, и так далее. Отдых. И, конечно же, будут концертные блоки в перерывах. А 30 июня в прямом эфире будет демонстрироваться там же на той же площадке и церемония закрытия. Поэтому мы ждем всех с нетерпением получить просто колоссальное удовольствие от удивительного праздника европейских игр. Вы знаете, Ирина Викторовна, спасибо вам большое. Мы прямо уже готовы бежать и встречать пламя мира. Дорогие друзья, Ирина Довгала только что рассказала нам о масштабном событии, которое ждет Гомельщина на следующей неделе. Начальное Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областполкома не только пригласило всех, но еще действительно и обозначило, насколько важно это событие для каждого из нас. Ведь вспомните просто раньше, да, Олимпийский огонь это всегда символ мира, это символ действительно чего-то такого грандиозного, большого, да в наше время просто необходимого. Так что, как говорится, все на европейские игры, да, кто где может, там и смотрите. Но фан-зона это вообще прекрасная идея. Ну, мне же остается напомнить, до начала вторых европейских игр остается 21 день. Зажжение факела будет происходить на церемонии открытия 21 июня в городе Минске. Передача наша заканчивается как-то очень быстро. Очень быстро. Да, вот изменились ли вообще ваши планы на ближайшие дни? Может быть, вот что-то, какая-то информация сегодняшнего эфира вас заинтересовала? Ну, я вот, мне очень понравилась выставка, которая была анонсирована в галерее Ивашенко, пушистый парк, парк пушистых. Так, собираетесь ходить? Я очень люблю животных, да, вот мне бы, ну и, конечно, с нетерпением будем ждать 5 июня, и фан-зон обязательно посетим, и я думаю, что не раз. Ну что ж, дорогие друзья, выбираем, готовим лучшее платье, да, самые красивые туфли, и, конечно же, собираемся 5 июня, выходим, встречаем пламя мира. Ну, я хочу поблагодарить участников сегодняшнего эфира. Дорогие друзья, начинается лето, оно должно быть ярким, оно должно быть интересным и запоминающимся. События действительно этому способствуют. И, вы знаете, хотелось бы еще напомнить, что вечер пятниц тоже на нашем телеканале продолжается. К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Беларусь-4» показывает документальный цикл о малоизвестных страницах истории съемок военных кинолент производства киностудии «Беларусь-фильм». И вот уже на протяжении нескольких месяцев, каждую пятницу, после доброго вечера, мы показываем какой-то военный фильм, обязательно любимый военный фильм, и историю его создания. Вот сегодня вы увидите уникальную картину «Альпийская баллада». Вот говоришь, когда говоришь об этом фильме мурашки. Вы знаете, но перед тем, как вы увидите сам фильм, у вас есть возможность узнать историю создания этой картины. Поэтому сразу после нашей программы не пропустите, пожалуйста, «Кинометры войны». Уникальный проект к 75-летию освобождения. Ну, остается пожелать приятного просмотра и, конечно же, хороших выходных и чудесного лета. Это была программа «Добрый вечер, Гомельс», Наталья «Волынец», и до новых встреч в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok